Каждый год жертвами суицида в России становится полторы тысячи детей. Еще 4 тысячи совершают попытки самоубийства. Так в прошлом году по делу о группах смерти в Москве арестовали организатора такого сообщества. Он подстрекал подростков к суициду с помощью игры. По данным следствия, молодой человек подтолкнул к самоубийству 15 несовершеннолетних. Игра «Синий кит» – это 50 заданий. Дети должны выполнять указания неизвестных, наносить себе физический вред и ничего не говорить родителям. Финалом этой игры должна стать смерть участника. Символами игры называют кита, потому что это млекопитающее выбрасывается на берег, чтобы умереть. Новые задания даются подписчикам группы в течение 50 дней. Детей к самоубийствам склоняют при помощи психологических приемов. Даже не знаю, беспредел. Мне кажется, даже никто и не подумает в это поиграть. Ну, что в городе у нас были случаи, я не слышал. У нас просто все про эту игру говорят. Я думаю, это ужасно. Просто не стоит никому играть. Я думаю, что это как-то пустое занятие. Зачем убиваться? Никому не нужно. Ну, как бы ребята думают, что это модно и по нету занимаются этим. Окунуться в сеть с головой детей толкает одиночество или конфликты с родителями и с верстниками. Чем запугивают подростков неизвестные кураторы, доподлинно неизвестно. Однако психологи уверены – ключ к проблеме – в доверии между ребенком и родными. Тут абсолютно все зависит от воспитания, от того, сколько с ребенком дома общаются родители, сколько уделяют ему времени. Если ребенку интересно дома, если ему интересно разговаривать с родителями, то, конечно, он от них получит все установки, которые ему не позволят ввязываться в эти игры. Сложно, конечно, представить, но мне кажется, это зависит, конечно, от того, как ребенок вообще умеет говорить «нет» или он действительно пойдет на поводу. Мне сложно представить, конечно, такую ситуацию. Чем меньше дети будут играть в компьютер, а больше времени проводить на улице, детей надо заинтересовывать, с ними надо общаться больше. И не давать такой возможности, чтобы они целый день сидели за компьютером и играли в эти игры, которые их и подталкивают потом на такие героизм. Попытки свести счеты подростков в жизни в нашем регионе не выявлены. Однако сообщения с предупреждениями о таких группах уже рассылались. Но педагоги и психологи призывают не паниковать раньше времени, а просто обратить внимание на поведение своего чада. Среди участников этих групп распространено такие, как то, что может увидеть родитель, это рисуют бабочек, рисуют китов, вырезают на частях тела различные. Это является одной из заданий, которые получают дети, которые в этих группах состоят. Если вы увидели вдруг какие-то признаки, которые я перечислила, то обязательно обратиться либо к школьному психологу, либо в психологический центр доверия, который у нас на Тихонаво расположен. Сегодня в правительстве разрабатывают поправки к Уголовному кодексу. Депутаты предлагают ужесточить ответственность за доведение самоубийства или до покушения на него. Но пока закон не принят, неизвестно, остановить ли это невидимых кураторов и не появятся ли другие методы влияния на детей в интернете.